Всем привет! Сегодня хочу предложить вашему вниманию обзор смартфона от компании Lenovo Lenovo A536 Актуальную цену можно посмотреть по ссылке внизу видео Напомню, что нам очень важна именно ваша оценка обозреваемого смартфона Если оно понравилось, ставьте лайк Если нет, ставьте дизлайк Давайте посмотрим, что входит в комплектацию данного аппарата Итак, сам смартфон в силиконовой накладке в стиле в гармитужу наушники, таблетки, разъем 3,5 Аккумулятор емкости 2000 мАч Зарядное устройство с выходом USB током зарядки 1 А Кабель microUSB Также в комплект входит оригинальная защитная пленка Быстрый гид по аппарату на русском языке Гарантийный талон и инструкция на русском языке Сам телефон представлен в стандартном 4Factory моноблок Имеет 3 сенсорные клавиши серебристую окантовку по периметру Также фронтальную камеру 2 мегапикселя решетку динамика Справа качель громкости и кнопка включения Сверху разъем microUSB разъем 3,5 для гарнитуры Сверху отверстие для микрофона Задняя крышка глянцевая на ней легко остаются отпечатки от пальцев Также здесь основная камера 5 мегапикселей со встроенной вспышкой дополнительным микрофоном и решетка динамика И наверное из-за этого что крышка очень легко пачкается хоть и красивая Здесь идет накладка с ним в комплекте Накладка она полностью силиконовая Имеет технологические отверстия для динамика вспышки камеры микрофона дополнительного Также разъем 3,5 и microUSB Качель громкости и клавиши питания закрыта специальными кнопками силиконовыми что очень удобно при эксплуатации Диагональ дисплея здесь 5-дюймовый двухсимочный аппарат давайте попробуем что скрыта на задней крышке здесь выемка в правом нижнем углу которая позволяет нам открыть заднюю крышку которая держится на защелках здесь два слота стандартного образца для сим-карт первая как сим-карта с 3G вторая обычная слот карта microSD вставляем аккумулятор качество сборки хорошее ничего не люфтит не скрипит размер толщина аппарата 9,95 мм ширину 72 мм высоту 139 мм при этом вес 148 грамм 5-дюймовый дисплей разрешили здесь 480 на 854 аккумулятор 2200 мАч как обещает производитель до 15 часов в режиме разговора и до 300 в режиме ожидания итак запустился Android здесь используется оболочка от компании Lenovo в быстром доступе здесь стандартном владелец процент батарейки настройка беспроводной сети Wi-Fi Bluetooth GPS режим полета мобильный интернет контроллер трафика профиль звука яркость я поставил здесь максимально датчика освещения здесь нет далее автоповорот сообщения ПН ходспот беспроводной монитор в настройках здесь все стандартно обращу внимание на память как мы видим 8 гигабайт доступно 249 три из них занимает система остальные установил некоторые приложения здесь можно расширить при помощи карты microSD далее с вами посмотрим какой здесь стоит Android Android и так здесь получается Android 4.4.2 по приложениям здесь в принципе достаточно много разных установленных интересных приложений в частности Security это целый сервис от компании Lenovo здесь и антивирус программа которая будет постоянно ваш телефон ускорять возможно быстрое установление быстродействия аппарата антиспам защита мобильного интернета данных антиворогический контроль в принципе очень много сразу в одном центре что достаточно удобно и актуально далия здесь также синхронизация с облаком и расширение файлов развлечения здесь iwi musicon change your voice все браузеры книги достаточно много разных интересных приложений в частности есть диктофон проводник задание to do тоже очень интересно удобное приложение задание на сегодня также есть радио наушники является в роли антенны далее у нас здесь из рабочих здесь представлены демо версии Navitello, Avernote Kiwi также не забыли социальные сети facebook, skype, twitter вконтакте из игр здесь представлены Asphalt 7 Real Football Game Store зеленые фермы и часть демо версии game Loft также сеть сервисов от Яндекс установлены браузер Opera Adobe Reader Deezer Alitres Whatsapp 2GIS также у них есть Viber и Flipboard интересный журнал куда можно подписаться и видеть текущие новости и так далее есть очень удобная такая программа очистки памяти легкое нажатие и у нас смартфон снова быстро работает в принципе интерфейс плавный удобный красочный посмотрим как работает браузер как видим он очень легко подгружает конечно все зависит от скорости интернета но в целом очень нравится как быстро загружает сайт посмотрите сами у нас на сайте достаточно много красивых фотографий анимации как мы видим легко успела нажать он обрабатывает конечно анимации из качественной картинки замедляет плюс здесь еще антивирус проверяет но тем не менее как мы видим моментально грузит картинка получается яркая четко видно также работает эмоционное меню шустрый встроенный браузер здесь что ж посмотрим качество экрана на ютубе качество разрешение максимальное которое нам дал на этот экран почему 360 ютуб ну давайте посмотрим в принципе очень хорошо видно четкость четкость четкая картинка насыщенная цветопередача углы обзора также хорошие при максимальных углах качество картинки не затемняет цвета четко выражена граница объектов потому что никаких проблем здесь нет давайте послушаем как дела обстоят со звуком звук здесь средняя громкость конечно есть при максимальной громкости скорости но мы звонок услышим и он достаточно громкий камера здесь представлена 5 мегапикселями давайте посмотрим как она работает по настройкам здесь есть общие настройки это геотоны экспозиции цветовой эффект режим съемки баланс белого в параметрах изображения можно сразу настроить резкость оттенок насыщенность яркость контраст также здесь есть подавление мерцания автоматически включить и выключить 50-60 герц по самому фото моментальная съемка обнаружение лиц съемка по улыбке HDR эффекты автоопределение сцены авто спуск рамка фото непрерывная съемка 4099 снимков размер фото максимально 5 мегапикселей предпросмотр на весь экран или стандарт 4.3 и чувствительность 100 200 400 800 или 1600 также есть функция красота лица видео имеет электронную стабилизацию включение выключение микрофона режим аудио замедление формат видео здесь можно выбрать контейнер либо TGP либо MP4 и качество видео Full HD максимально на котором здесь можно снять мы видим достаточно насыщенные здесь слева также удобная строка в частности красота лица панорамная съемка съемка давайте попробуем сфотографировать торец коробки шлифт очень мелкий как мы видим зум здесь есть есть автофокус достаточно хорошо сработал несмотря что камера все 5 мегапикселей четко видно как буквы так и цифры мелкие и крупные четко распознаваемые то есть для 5 мегапикселей очень неплохо очень спокойно сможем с вами сфотографировать меню или скажем так расписание что очень удобно и актуально чтобы не переписывать что же давайте посмотрим что у нас по техническим характеристикам мультитач здесь двухпальцевый антуту посмотрим какую оценку дал антуту бенчмарк версии 5.1 последний у нас в текущий момент 18955 очень неплохо подробно процессор хороший поддерживает большие приложения и мультизадачность отличная оперативная память 2d графика хорошая 3d графика хорошая поддерживает плавную работу большинства игр подробнее можно посмотреть ниже результаты теста мы же посмотрим что установлены так здесь Lenovo A536 Android 4.4.2 процессор Mediatek Nt6582 графический ускоритель Mali 400 MP с разрешением 480 на 754 с основной камерой 5 мегапикселей 1 гигабайт оперативной памяти около 14,97 гигабайт доступен для пользователя процессор 4-х ядерный 32 бит с частотой 1300 МГц графический ускоритель здесь поддерживает до 240 пикселей на дюйм имеет 2 пальца мульти-тач фронтальную камеру 2 мегапиксела есть Wi-Fi датчик ускорения положения ну что ж давайте посмотрим как это будет выглядеть все в играх говорится синтетика синтетика давайте посмотрим как это все вживую так я установил игру с собой Surface это обычный раннер персонаж постоянно бежит и путем наших нажатий мы должны избежать каких-либо препятствий игра простейшая графика скажем так тоже но здесь есть некоторые моменты мы можем сразу следить как чутко и быстро отобрабатывать нажатие дисплей это потому что для этой игры это очень критично и второе посмотрим как сглаживать графику графический ускоритель и на как далеко и так что мы можем сказать вдаль в принципе графика очень неплохая сама картинка тоже но вот именно со сглаживаниями текстурами здесь конечно некоторые есть моменты много так как посередине вагонов так и на домах видно что не полностью идет сглаживание текстур это немножечко так царапает глаз можно так выскользить ну в принципе картинка очень неплохая персонаж двигается достаточно шустро никаких замедлений здесь я куда-то указал нет не наблюдалось поэтому все трюки в принципе можно спокойно делать не боясь что вас подведет сенсор удобно хорошо быстро ну что ж посмотрим как будет графика и управление выглядеть на более серьезные игрушки асфальт 8 от компании геймлофт красочные гонки с большими полигонами здесь много текстур полигонные машины с красивыми спецэффектами такие как лучи солнца отражения неба стеклах автомобилей также при ускорении идет спецэффекты при аварии много разных движущихся скажем так объектов например самолет при старте и так далее сам по себе очень красочные пейзажи выглядит очень красиво ну давайте посмотрим как это все выглядит и как будет управляться автомобиль при помощи датчиков тем более здесь как мы видим датчиков не очень много итак карта невада нам заранее показывают трассу как мы видим она очень красивая солнечная ну что ж машина выглядит прекрасно никаких подлагиваний управление тоже хорошее при аварии машина разлетается на несколько частей все будет неплохо как прогрессовка выдали конечно конечно здесь нет элементов slow-mo или к примеру при ускорении здесь фокус не замедляется ну в принципе игра сама подстраивается под графический ускоритель если как бы это высленно напряжено то как мы видим не просто включая средние настройки тем не менее машина пачкается и отражение в принципе выглядит очень красиво опять же нет ни лагов ни торможений давайте подведем итог так получился очень интересный смартфон прекрасная оболочка от компании Lenovo над Android так же достаточно богата комплектация здесь силиконовая накладка в комплекте и защитная пленка и конечно силиокурнитура получается очень хороший комплект при этом мы получаем достаточно красивый смартфон с прекрасным оформлением и внутренним наполнением его имеем две симки неплохая камера 5 мегапиксельная с автофокусом и вспышкой интересных разных других программ для общения в частности Viber WhatsApp Skype при этом достаточно долго работает при аккумуляторе 2200 мАч до 15 часов в режиме разговора не каждый телефон может похвастаться большое спасибо за внимание подписывайтесь на наш канал комментируйте задавайте вопросы и не забывайте ставить оценки обозреваемому смартфону всего доброго до свидания с этим